Вопрос, надо ли изучать в школах Татарстана татарский язык? Ну слушайте, а химию надо? А биологию надо? Я считаю, что это конфликт не за русский язык и не против русского языка, а это конфликт за две версии страны. Мы, уникальное политическое образование между Китаем и Европой, которое имеет собственную историю. Это Максим Шевченко. Здравствуйте. Поговорим сегодня о национальных языках, их запрете, их изучении, как это интерпретируется многими. И главное, о проблеме с Татарстаном, где прокуратура проверяет школы республики, уже закончила эту проверку практически на предмет уменьшения преподавания русского языка в интересах татарского. Я заявляю только свою позицию, моя позиция тут принципиальна. Я считаю, что это конфликт не за русский язык и не против русского языка, а это конфликт за две версии страны. Первая версия страны, что Россия является Европой так называемой. Но, как мы знаем, единственным европейцем в нашей стране является государство. Поэтому, когда вы слышите где-то, что Россия – это Европа, то имейте в виду, что это только интересы чиновников. И государство, которое имеет в Европе свое имущество, свои деньги, их бизнес-сделки ориентированы на Европу и так далее. Потому что, конечно же, при трезвом уме и ясном взгляде очевидно, что Россия никакая не Европа. Более того, Европа всегда относилась к России как к источнику дохода и как к объекту экспансии. А Российская империя, государство, или Ельцинское государство, постсоветское, это были государства, которые классики называли смотрящими от Запада за Евразией. То есть, Российской империи, кажется, согласно Марксу, если мне память не изменяет, было позволено стоять на коленях перед более сильными хищниками, Англией, Францией, Германией, и грабить более слабые народы. Это вот суть того, что Россия – это часть Европы. Вторая часть – это вторая версия, что Россия произошла в ходе сложной истории, которая включала в себя также сильный евразийский компонент, который мы знаем как Золотая Орда. Что московские князья получали княжение от Золотой Орды. Золотая Орда была государством, где при правящей монгольской династии чингизидов народам было доновано огромное количество разных языков, религий и так далее. Золотая Орда была на самом деле государством религиозной свободы, терпимости и, как говорится, подчиняйся конституции, фактически, основному закону, и все будет хорошо. Поэтому в рамках первой концепции России и Европы никакие национальные языки вообще не нужны, как политический фактор. Нужна Российская Федерация как глобальная корпорация, которая управляется Роснефтью, Газпромом, Ростехом, еще какими-то корпоративными структурами, которые граждан, лишенных гражданских прав, а национально является частью гражданских прав, выстраивает как членов такой южнокорейской корпорации, какой-то типа Самсунга или LG, а результаты их труда, точнее эксплуатацию их труда, потом правящие элиты, которые входят в руководство государства корпорации, продают на Запад, в Китай, на Восток и так далее. Таким образом, мы все, народ, пользуемся объедками с их барского стола, а они разруливают корпоративное государство, в котором есть один язык русский, одна политическая система, потому что я тоже думаю, что будет кризис лицемерия в России дошел до предела, согласно статье Суркова, и скоро будут отброшены все эти демократические и лицемерные слова, которые просто потребляют бюджеты, но все равно все решения проводятся не в Государственной Думе, они просто принимаются Государственной Думой, а, понятно, наверху, а потом спускаются в Государственной Думе, и позволила бы себе Государственная Дума не согласиться хоть с чем-то, что и спускается со старой площади. Такого случая мы просто не припомним даже, может кто-то мне поскажет, что я был неправ, так зачем это лицемерие? Давайте просто напрямую перейдем к государственной корпорации. Все национальные республики будут переименованы в губернии, или в какие-то экономические сектора по принципу управления, там на основе округов, например, и таким образом Россия примет тот облик, который ей предписан современным разделением труда. Облик некого глобальной корпорации, которая добывает энергоресурсы, перерабатывает немножко металл и производит оружие, продавая его миру. Может быть, немножко разрешат еще производить в продовольствие, и, конечно же, безусловно, электроэнергию, да, еще мы должны быть местом для отходов. Вторая концепция – ордынская. Множество языков и цветущая сложность подразумевает, что мы не часть Запада. Мы – уникальное политическое образование между Китаем и Европой, которое имеет собственную историю. И историю мы – наследники Атилы, наследники Чингисхана, и народы, которые входили и в армию Атилы, и в армию Чингисхана, и в армию Ивана Грозного, если на то пошло, которая была интернациональна. Это народы разные, со своими языками, со своими религиями, со своими исконными территориями. И поэтому федерализм является продолжением евразийской концепции России, наследия ордынцев, наследия Чингисхана. Поэтому изучение языков является антиевропейской, антизападной концепцией Российской Федерации, а не просто корпорацией России, которая нам была описана все время в такой крайне правой консервативной книге «Проект Россия». Так вот, Российская Федерация, и мальчик, допустим, или девочка, учащаяся в Татарстане, в Российской Федерации, предположим, изучает татарский язык. Перейдем на простой человеческий формат. Ну скажите мне, ну хоть один русский, изучая татарский язык, перестал быть русским? Национальность – это то, как мы сами себя чувствуем. Ни кровь ничего не определяет. Кровь определяет признаки, которые нам передаются от родителей и наших предков. Но если бы кровь определяла национальность, тогда Пушкин был бы эфиопом или арапом. А он считал себя русским. Потому что это было его ощущением. Этот маленький, чернявый, кучерявый, там человек небольшого рода, с длинным носом и отвисшими губами, он был русским абсолютно. Он себя не мыслил просто другим человеком. Поэтому и так, как мы себя ощущаем, такими мы и будем. Вопрос – надо ли изучать в школах татарстана татарский язык? Ну, слушайте, а химию надо? А биологию надо? А кому из вас в жизни это понадобилось? А кому из вас в жизни понадобилось обществоведение? Тем, кто этим занимается. Правильно. Я считаю, что ребенка надо нагружать всем тем, что развивает его мозги и помогает ему в жизни. Помогает ли русскому мальчику или русской девочке, живя в Татарстане, знание татарского языка? Да, безусловно, помогает. Вы по улице Тукая пройдитесь, если вам 15 лет, вечером в центре Казани. Если вы знаете татарский язык, у вас будет один гяб, условно говоря, одно там, один разговор с окружающей средой. Если вы не знаете, это будет совсем другая конфликтная ситуация. Так же и в Челнах, и в Елабуге. Это конкретно. Так же, как татарин изучает русский язык не потому, что он любит конституцию, а потому, что он понимает, что это язык политики, образования, развития. Так же русский изучает татарский язык, потому что это помогает ему жить в Татарстане. Вот, допустим, русского в Мордовии заставлять изучать татарский язык, это, конечно, безобразие. Но изучать, между прочим, хотя бы язык Эрзия или Мокша в Мордовии, а почему бы и нет, в конце концов? А что в этом такого? А в коме язык коме изучать? А это что, плохо будет, если ребенок будет еще знать, вот у него в мозгах, помимо там какой-нибудь валентности, которую я с ужасом вспоминаю из своей школы, или какой-нибудь гетерозиготы, которые, вот я не знал бы всю жизнь, жизнь моя была бы здоровее, клянусь. Я буду еще знать какой-нибудь местный язык. Зная татарский язык, мне очень жаль, что я не живу в Татарстане, я бы свободно себя чувствовал в Турции, я бы свободно себя чувствовал в Азербайджане, в Узбекистане, в Туркменистане, в Киргизии, во многих других тюркских регионах. Я бы общался с якутами, и общался бы с хакасами, и общался бы даже с родиной Сергея Кужегедовича Шойгу, понимаете, Тувой, где тоже татарские, там тюркские языки. Это огромная масса людей говорит на этом языке. Поэтому это вопрос совершенно не защиты русского языка, а это вопрос двух концепций развития России. Или мы приложение к Западу, огромная корпорация, которая в интересах правящих семей, новых патрициев, работает на мировой рынок, либо мы союз свободных народов с языками, территориями и историей. Я предпочитаю второй вариант. Федерация, борьба за татарский язык, это сегодня борьба и за русский язык, и за другие языки. Это борьба за свободу и демократию, за то, чтобы не были колонии Запада. Это существенный момент. Запомните это. С вами был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Субтитры создавал DimaTorzok